здравствуйте меня зовут ирина жукова и сегодня у нас в гостях дмитрий шолохов победитель десятого сезона всемирно известного проекта подиум здравствуйте дмитрий здравствуйте дмитрий мы очень рады видеть вас в студии и у нас есть много 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 вопросов для вас и начнем пожалуй сначала вы переехали в нью-йорк более 10 лет назад верно верно расскажите пожалуйста вообще какими были эти 10 лет до проекта подиума и как вы адаптировали скучали вы по беларуси ну адаптация она происходила до довольно долго и в общем в америке я живу 15 лет вот и как бы это была ступенька за ступенькой вхождение в культуру получение образования там опыт и работы какие-то подъема падения вот молодость драйв скучал по родителям конечно особенно первое время первые несколько лет потом это при к этому привыкаешь как бы это не было грустным вот но жизнь она такая переменчивая вот теперь я опять ближе к дому в минске очень этому рад и мы этому очень рады спасибо дмитрий прежде чем засветиться в проекте позиум вы принимали участие в еще одном не менее известном проекте твентифо а вот и когда вы шли на проект позиум вы не опасались того что вы станете для зрителей чем-то вроде профессионального участника модных ток-шоу ну вы знаете я об этом не думал и наверное во первых я уже шел на шоу с большим опытом работы в ведущих компаниях вот и если честно сказать для меня был период времени когда мне говорили друзья какие-то знакомые люди из индустрии что почему бы тебе не пойти вот проект подиум или туда туда-то заявите себе я какое-то время считал что я это уже перерос я в принципе известен в индустрии в своей что я профессиональный дизайнер но потом пришел момент наступил когда я наверное был готов заявить о себе как о личности потому что делать было сделано немало коллекции полностью мной для других домов и то есть лавры все доставались другим людям я всегда был как бы бэкстейдж и всегда за кулисами и просто может быть я созрел для того чтобы выйти из тени да и мне очень нравилось наблюдать за вами на протяжении съемок десятого сезона и у меня создалось впечатление что вы в принципе отстояли от других участников пока они дурачились ссорились истерили выбор были просто погруженным в работу и мне кажется что может быть это было одно из тех качеств которые помогли вам одержать победу и мне интересно как вы считаете какие именно качества помогли одержать вам победу и сделали вас таким не похожим на всех остальных участников ну наверное в первую очередь нужно всегда оставаться самим собой потому что если ты пытаешься проектировать что-то не то кем ты являешься это никогда не сработает и я был всегда сконцентрирован на работе потому что то что я делаю то качество с которым я выполняю свою работу она требует полноценного внимания вот я никогда не пытался тянуть внимание камер на себя мне это было не нужно я был уверен в своих силах своих творческих каких-то началах и мне интересен был результат и я пришел туда для того чтобы победить а все остальное меня не интересовало а давайте поговорим об испытаниях их было большое множество они все были разными и какое из них вам запомнилось больше какое показалось вам самым сложным и неинтересным а какое наоборот самым вдохновляющим наверное с интересного начнем это когда мы делали костюмы для radio city music hall for cats и просто сам опыт в radio city music hall он был закрыт для нас вот и это грандиозный театр и у него такая история и у меня была возможность просто сидеть на сцене в полном одиночестве смотреть на эту грандиозность и просто рисовать создавать что-то вот и так как я занимался спортивными танцами профессионально для меня сцена это она мне очень близкая всегда ты чувствуешь будучи на сцене на эту энергию из зала вот и этот был самый запоминающийся наверное момент самый сложный может быть не сложный но нервный наверное задание у нас было работа с детьми вот так как опыта у меня нет работы с детьми но в плане дизайна для детей и плюс детьми работать нужен определенный подход ты не можешь держать под контролем ребенка в принципе дети есть дети вот насколько я помню там были дети которые еще даже не разговаривали даже не разговаривали и некоторые даже не ходили по моему и плюс в эту нагрузку я не знаю это было сделано ради шутки или чтобы поиздеваться над нами нам были каждому дизайнеру были выданы младенцы куклы младенцы но которые муляжи да муляжи но они полностью реагировали электронные детки реагировали на на все как 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 живые существа их нужно было кормить их нужно было укладывать спать они все время плакали и это отвлекало постоянно от работы нужно было совмещать работу с ухаживанием за ребенком вот вот это был конечно в какой-то момент мне показалось что это просто было издевательство и не нужно было этого делать давайте перейдем к вопросам которые обычно задают дизайнером поскольку мы уже начинаем говорить о вас как о самостоятельной творческой единицы они как об участнике реалити шоу и так как вы думаете как как можно определить днк вашего бренда и скажем так какие базовые ценности вы стараетесь привнести в одежду которую вы создаете ну о ценностях моя одежда всегда отличается качеством и безупречностью и если говорить о каких-то о какой-то базе то есть отличие моего бренда то что я не гоню за трендами и у меня наверное если природа баланс в том что я делаю то что это всегда оригинально это всегда современно но в то же время это вне времени в этом всегда присутствует элемент классики вот и та одежда которую делаю я она актуальна сегодня и она актуальна будет через пять лет это показала практика так как я профессиональный дизайнер уже больше восьми лет и те вещи которые были сделаны мной даже восемь лет назад сегодня они не менее актуальны и я думаю так так это будет оставаться на долгие годы то есть это вещи которым не суждено стать ретро абсолютно ли это вещи для людей которые наверное собиратели собиратели своего гардероба потому что в этом является как бы успех наверное любого человека который заинтересован в моде и это собирательство тех вещей уникальных которые никогда не выходят из моды она может быть дорогой вещи но она прослужит все многие годы и как всегда говорила моя мама я этому придерживаюсь при придерживаюсь этой теории что мы не такие богатые чтобы покупать дешевые вещи что дешевую вещь она прослужит три дня и раз уж вы упомянули о маме я знаю что достаточно огромную роль в вашем становлении как дизайнера сыграла ваша семья расскажите об этом пожалуйста подробнее у меня замечательные родители замечательная семья наверное главный отец у меня художник мама у меня медработник то есть у меня такой очень интересный баланс какой-то творчество и какой-то может быть реализма какого-то в доме но мои родители всегда мне позволяли быть самим собой у меня всегда была какая-то творческая свобода меня всегда развивали и всегда прислушивались ко мне и к моим желаниям вот но в то же время меня я был достаточно серьезной дисциплине я занимался спортивными танцами и с очень раннего возраста я был достаточно самостоятельным потому что мы путешествовали ездили везде очень много и вот это конечно повлияло на мое становление как творческой личности а вы на данный момент считаете себя американским дизайнером и вообще как вы думаете можно ли в современном мире каким-то образом определить национальный менталитет моды ну я в первую очередь считаю себя художником и я не думаю что у художника есть национальность какая-либо художник че это проектирует свою душу и как бы может быть немного отражение того что мы делаем может в этом отражается то что нас окружает может быть поэтому можно как-то говорить америка американец я или белорусский дизайнер но я все-таки думаю что у художника нет национальности в том что мы делаем это искусство и то есть искусство космополитично абсолютно и так раз уж мы заговорили о беларуси не могу не поделиться с нашими зрителями хорошей новостью дмитрий приехал в беларусь для того чтобы создать с белорусской компании уже совместную коллекцию дмитрий учитывая те перспективы которые открыла перед вами победа в проекте подиум и ваше участие в нью-йоркской неделе моды какие цели вы преследуете сотрудничая с белорусской компании уже какие перспективы вы видите в этом ну перспективы наверное и цели это рост рост мой рост компании уже потому что любая творческая единица любая компания мы для того чтобы расти и развиваться нужен опыт и нужно какое-то сотрудничество я надеюсь что мне удастся может быть поделиться каким-то своим западным опытом работы и может быть чему-то научиться у компании уже и у наших белорусских производителей художников и вот это совместно совместный опыт работы мы от этого только вырастим на ступень а какие общие черты вы можете определить в бренде о жен и в вашем творчестве если что-то такое общее на основании чего это сотрудничество может быть успешным предложение поступило от компании уже и я начал смотреть чем эта компания занимается посмотрел на их коллекции и мне понравилась эстетика она мне достаточно близка они также придерживаются какому-то классическому силу эту классическому образу и на мой взгляд мы можем что-то очень интересно сделать вместе в то же время не потеряя не теряет личные какие-то качества и эстетику личную а в каком формате планируется ваше сотрудничество это приглашаю работа по приглашению компании или это совместное творчество это совместное творчество абсолютно то есть мы разрабатываем коллекцию вместе мы вместе над ней работаем и отвечать за нее тоже будем вместе а сейчас можете ли вы спрогнозировать это возможно будет сотрудничество на постоянной основе или может быть даже какой-то новый совместный бренд ну наверное я думаю что наверное покажет время сейчас мы просто сфокусированы на сегодняшнем дне покажет время как удачно будет сделана коллекция как ее воспримут в поэт потому что хочется угодить нашим белорусским модницам и хочется сделать что-то свежее и что-то современное но в то же время не потерять ту классику которой мы стремимся и значит эту коллекцию вы будете эту совместную коллекцию сажен вы будете представлять на беларусь fashion week а затем вы повезете ее в москву на mercedes-benz russian fashion week затем осенью у вас планы представить коллекцию собственного бренда на нью-йоркской неделе моды где-то там еще по моему затесалась коллекция для лорд антейлорд антейлор у вас уже готова в апреле и в апреле одновременно мы показываем коллекцию белоруссии и в москве и лоран тейлор и в сентябре я под собственным именем показываю коллекцию и как вы справляетесь вот с такими с таким количеством задач но у меня окружают очень талантливые творческие люди которые мне помогают потому что один в жизни человек достичь достичь ничего не может поэтому я себя стараюсь окружать людьми творческими которые вдохновляют меня которые вдохновляю я и из общей работы мы я надеюсь будем иметь достойный результат знаете у меня создалось впечатление что вы решили покрыть сразу несколько рынков и восточноевропейские россия беларусь и соответственно американские это так ну я наверное просто американский мой основной рынок там где рынок тот который я знаю белорусский рынок для меня не российский рынок он нов и для моего развития мне просто необходим этот опыт вот и поэтому поэтому я здесь чем по вашему отличается работа на существующий бренд одежды и работа над созданием и развитием и поддержанием собственного бренда но в создание бренда особенно вот за за заложение фундамента входит очень много сил средств времени бумажной работы вот и конечно это отнимает как бы может быть творчество на творчество не остается так много времени как как бы хотелось вот это такой самый сложный этап наверное если говорить о моем бренде который сейчас растет развивается к когда бренд уже развит это поддержание качества товаров которые бренд производит и новые идеи и работа и на ваш взгляд нужно ли беларуси развитие сферы моды если у нас уже исторически так сложилось что это не наш конек может быть нам достаточно просто каких-то западных ритейлеров и нескольких портных которые могут шить какие-то базовые вещи может быть нам не нужны не неделя моды не глянцевая пресса но мне кажется беларусь находясь в центре европы у нас столько талантливых людей и у нас все для этого есть почему бы и нет и развитие в любой сфере это только большой плюс для страны для культуры страны есть какие-то моменты с которыми быть может вы не согласны в современной индустрии моды ну вы знаете я могу быть не согласен с многими какими-то моментами в мере в мире моды но также как и много людей могут не согласиться с моим видением этого мода это очень специфическая сфера и ты не можешь нравиться всем кому-то это нравишься кому-то ты не нравишься и поэтому у каждого человека есть наверное поклонники и есть также люди которым не не близко твое творчество поэтому я к этому отношусь совершенно спокойно а как вы реагируете на критику обычно на конструктивную критику реагирую очень положительно и я считаю если человек с опытом дает тебе какой-то совет даже если ты с чем-то не согласен то прислушиваться обязательно нужно и мы растем на критике и все мое образование было построено на критике профессоров и профессиональных дизайнеров и и я к этому отношусь совершенно спокойно если человек не может воспринимать какую-то конструктивную критику не просто когда человек не знает что-то что-то болтает нужно быть наверное достаточно уверенным чтобы уметь воспринимать критику и я к этому отношусь положительно а что является лучшим доказательством признания дизайнера или того что он состоялся как дизайнер когда тебя покупают продажи конечно если то есть это все равно так или иначе бизнес для того чтобы развиваться дизайнеру нужны вложения инвестиционные и лучшее признание ты когда покупают твою одежду значит людям нравится если и никто не покупает значит людям не нравится значит надо что-то что-то переделывать на чем-то работать ну значит вот именно это мы и проверим когда весной на подиуме беларусь fashion week мы увидим вашу совместную коллекцию с компанией уже да ну вот будем проверять нас гостях был дмитрий шолохов победитель проекта подиум и я ирина жукова до свидания